Всем большой привет, друзья! Начинаем наш влог. Вот с такой прекрасной картины. Гетсби сидит в доисторическом чемоданчике. Он его очень сильно облюбовал. Внутрь я положила его лежаночку, которую мы вместе с вами делали буквально недавно. Сейчас я вам еще расскажу, откуда взялся этот чемоданчик. Он сейчас у нас стоит на застекленной лоджии, когда на улице тепло и светит солнышко. Соответственно, на балконе высокая температура, ему здесь не холодно, и вот он прекрасно проводит время в таком чемоданчике. А вот и я, я тоже решила присоединиться к Гетсби, зайти на лоджию, посидеть, погреться на солнышке и заодно поболтать с вами. Если честно, в планах съемка влога у меня не стоя. Я планировала снять совсем другое видео, но вчерашние события меня натолкнуло на запись этого видео для вас. Сейчас хочу кое-что вам рассказать и вообще немножечко пообсуждаем и поболтаем на одну очень важную, серьезную и совсем не радостную тему. Ну давайте начнем по порядку. У меня недалеко от дома есть магазин, в котором я всегда покупаю чай, какие-то различные сладости. И вчера я пришла в этот магазин и увидела продавца. Женщина лет 7-10, это, видимо, был ее первый рабочий день. Раньше до этого я ее никогда не видела. Она увидела мою собаку, стала, конечно же, его хвалить, так вот и хюкаться с ним. И рассказала, что у них тоже буквально недавно был такой же шпиц, Карлик Ватамиранский. Она говорит, я его так любила, и в парикмахерскую я его водила, но моя дочка его отдала. Я говорю, как отдала, почему? Ну вот собака перестала слушаться и стала делать все свои дела не на пеленку, а где попала, на ковер, на диван. И, в общем, недолго, видимо, они, знаете, терпели, это взяли, отдали собаку. Женщина говорит, у меня был полнейший стресс, просто шок, я работаю, я не могла гулять с собакой по 4 раза в день. Ну а дочка, видимо, думала, что она заведет собаку, она у нее будет спокойненько дома сидеть, с ней не гулять, ничего делать не нужно. Но собаке, конечно же, такой режим не подходит, с ним нужно гулять, и, в общем, собаку они отдали. И вот так вот ее дочка отдала кому-то собаку. Эта женщина потеряла слух на одно ухо из-за стресса, который с ней произошел, потому что ей было очень жалко собаку. Она говорит, я столько плакала, столько слез пролила, я не могла это слушать спокойно. Даже, не знаю, в такой ситуации, что делать, как помочь человеку, как его поддержать. Представляете, какой стресс был для собаки. Я стала рассказывать и расспрашивать, вернее, у нее о том, а сколько лет или месяцев было у вашей собаки. Она говорит, да собака еще маленькая, вот прям там взяли буквально недавно, там года условно ей не было. И они вот так вот не выдержали, чуть что собака напроказничала, все, собрали все ее вещи и отдали другим людям. Что я вообще хочу сказать. Если вы взяли собаку, вы будьте добры ее учить, ее воспитывать, терпеть все это. Вы знаете, собака это как ребенок до года, с ним очень много хлопот. Вот действительно, они им стят и проказничают. У нас тоже был такой период, когда мы уже прям вот так вот были на грани, чтобы купить ему вольер. Потому что он делал лужи где угодно, только не на пеленку. И только после того, как собаке исполнился ровно один год, он резко поумнел, он стал абсолютно другим. То вот он был таким маленьким ребеночком бестолковым, а в один год он стал, знаете, уже такой настоящей, умной собакой. Он перестал делать лужи, он стал слушаться. Для чего я делаю это видео, я хочу обратиться к тем, у кого сейчас маленькие щеночки. Если у вас с ними сейчас много проблем, и вы там тоже хватаете зала к голову, не знаете вообще, что с ними делать, как их воспитывать. Вы подождите, подождите, ваша собака вырастет, все будет хорошо. У нас сложилась такая ситуация, что у Гетсби не опустились сильные няки, есть болезнь, криптархизм, по-моему, она называется. И нам пришлось его кастрировать. После того, как мы его кастрировали, он стал вообще спокойным, он перестал метить дома, он стал вот как плюшевая недвижонок, как плюшевая игрушка. Многие люди, у чьих собак нет таких проблем, как у нас все равно берут, собак кастрируют, особенно мальчикам, потому что действительно у них есть такая вот привычка метить и себя вести не очень хорошо. Что еще хочу сказать, если вы собрались заводить собаку, вы должны отнестись к этому вопросу с полной серьезностью. Вы не думайте, что собака это там, вы знаете, только такое веселье, это действительно тяжелый труд, особенно поначалу. Правда, малыш, мне сразу даже лезать там, это очень тяжело. У нас вообще была такая ситуация, что когда мы только взяли щенка, он не давал нам спать. Он постоянно ходил кругами вокруг кровати, ходил, ходил, уже просто уснуть никак не можешь. И поэтому мы выгоняли его в коридор, закрывали дверь и ложились спать. Каждое утро я просыпалась, на кухне у меня было три лужи, я уже, по-моему, в каком-то видео вам рассказывала. Мы не понимали, в чем дело, мы думали, что он мальчик, и просто вот он так метит, потому что я не встаю в 6 утра и не вывожу его гулять. И вот, наверное, так происходило на протяжении полугода, а потом, че-то случайно, мы забыли выгнать его в коридор. Он спал рядом с нами на коврике с кроватью, я встала и не обнаружила ни одной лужи. Собака все полгода пыталась нам донести, что она не хочет спать одна в коридоре, то, что он нам мстит, и все вот эти лужи, это было просто вот его месть. Вы должны понять свою собаку, вы должны понять его характер. Извините, мне там за окном какой-то шум и грохот, если вам слышно, я очень-очень извиняюсь. И еще хочу сказать, если кто-то из родителей смотрит мои видео, и ваш ребенок вас умоляет купить ему собаку, а вы этого не хотите, вы к этому не готовы, не нужно вестись на поводу у вашего ребенка, потому что собака должна быть в любви, и ее нужно брать только в том случае, если все члены семьи готовы, они заботятся, хотят этого очень-очень сильно, потому что вы можете столкнуться с огромным количеством проблем, которые у вас просто ведут в такое стрессовое состояние, и у вас, возможно, потом появится желание, там, не знаю, отдать кому-то собаку или еще что-то, вы будете сорваться, вы будете кричать. А теперь давайте я вам вообще расскажу про этот чемодан, откуда он у нас взялся. Он вот такой вот для исторических, такие здесь кнопки. Куда ты полез? Господи, Гетсби, чемодан закрылся, все. О, нету твоего домика. Гетсби, давай спрыгивай, мне надо показать чемодан. Смотрите, здесь даже есть вот такая надпись, что стоил он 3 рубля 24 копейки. Так, а какого же он года? Я пока что не вижу, какого он года. Ну, в общем, это вот такой старенький винтажный чемоданчик. Да, мой хороший? Ты думаешь, я тебе его купила? А я его купила не тебе, сейчас я расскажу, зачем я его вообще покупала. Итак, зачем же мне вообще нужен был этот чемодан и где я его купила? Как вы знаете, я очень люблю делать что-то своими руками, что-то мастерить, придумывать. Вечно руки у меня чешутся, и вот что-то мне нужно, понимаете, себе такое придумать занятие. Я увидела в интернете классные фотографии, что вообще можно сделать из таких чемоданчиков. Если у меня получится, я вам вставлю эти фотографии. И вот с таким чемоданом я охочусь давно. Смотрела я их на сайтах из рук в руки, сайты Авито. Это примерно стоимость такого чемоданчика где-то полторы-две тысячи рублей. И всё, никак вот я не решалась его купить. И буквально, наверное, месяц-полтора назад я со своими знакомыми поехала в музей русского десерта, который находится в Звеникорде, если я не ошибаюсь, в Подмосковье. Это такая небольшая усадебка, из которой сделали музей. Нам привели небольшую экскурсию, рассказывали о том, какие сладости были вообще ещё на Руси давным-давно, как пекли каравайи. В общем, очень интересная, классная экскурсия. И как раз-таки в музее на первом этаже был такой небольшой магазинчик, в котором продавались какие-то различные винтажные поделки, кружева, какие-то книги. И также продавались различные сладости. Я всё никак не могла себе выбрать, что же мне такое на память купить в этом магазинчике. И уже собралась уходить, ничего мне не приглянулось, ну, кроме, конечно же, сладостей. Сладости мы все любим, и мы их тоже купили. И уже на выходе я заметила такой чемодан. Я смотрю, стоит чемодан, написано «цена 500 рублей». Я думаю, у, как здорово, неужели он продаётся? Стала спрашивать у продавца. Действительно, этот чемодан продавался, стоил он всего 500 рублей. И поскольку я знала, что в интернете они продаются гораздо дороже, а он мне всё равно нужен, что-то мне со светом, я его приобрела. И вот так вот этот чемодан оказался у меня. Поскольку сейчас я с ним ещё пока что ничего не делаю, я его просто поставила на балкон, и вот Гесби его уже облюбовал. Я решила сесть немножечко почитать книжку. Вот такую вот книжку я сейчас читаю. И что вы думаете? Вот эта вот морда не даёт мне читать. Он постоянно топчется, ходит кругами, хочет, чтобы на него обратили внимание. Да, Гесби? Ты что такой бессовестный? Поэтому, друзья, заводите себе собаку, и потом мечтать о какой-то спокойной жизни даже вообще не надейтесь и не рассчитывайте. Успокойся, что ты кружишься. Гесби, пожалуйста, можно я спокойненько посижу? Ну вот, в общем, вот так он будет крутиться, и пока я его не выгоню за дверь. А если я его выгоню за дверь, он обидится, да? Не может там что-нибудь испортить. Так кто кусается? Муушка. Ох ты, муушка. Сейчас, у него нос так раз, и всё. О, это кто хозяйку кусает, кто такая плохая собака. Он хочет, чтобы я с ним играла. Детский, почему, когда я сажусь спокойно почитать книжку, тебе начинает хотеться делать всё, только не спать? А когда я сижу и ничем не занимаюсь, он спокойненько уходит, спит. Как только вот действительно садишься за какое-то дело спокойно, и всё, вот это вот начинается. Я не хочу с тобой играть. Я не хочу с тобой играть. Он специально хочет, чтобы я ловила его лапку, или за нос его хватало. Так, всё, я с тобой не играю, рука моя больше не будет шевелиться. Ничего себе, ты что, на мою руку сел сразу? А ну это что такое? На, у тебя пульт. Лежи с пультом. Проходила я мимо киоска, в котором продают мороженое. Что вы думаете? Увидела вот такой вот сорбетик. Сразу меня привлекла упаковочка. 99,2 калории на порцию. Лимон лайм внутри, сейчас я вам открою, покажу. Похож на такой сорбетик. Я уже, видите, здесь немножечко попробовала. Очень вкусный, не сладкий, но в то же время насыщенный фруктовый вкус. Там ещё есть чёрная смородина. Покупала я в обычном киоске, который называется айсбери. В Москве их очень много. Хотя я, как человек, который не знает о диетах ничего, даже не понимаю. Вот 99,2 калории для такого мороженого, это много или мало? Если кто-то знает, напишите, мне будет очень интересно. А вес у этого сорбетика 80 грамм. Маленькая такая вот баночка. И попадаются кусочки лимона или это цедра лимона. Такая немножечко вот действительно с горчинкой. Очень вкусная. Мороженое, цена его 55 рублей. Что такое? Водичка у тебя закончилась? Так, сейчас посмотрим. Водички нету, да? Молодец, пей. Ребят, я буквально недельку назад проводила ВКонтакте опрос среди вас, среди моих подписчиков, друзей, группы ВКонтакте. На очень такую же потрепещущую тему. Я спрашивала о том, убираете ли вы на улице за своей собакой. Было предложено три варианта ответа. Первый вариант ответа, да, убираете. Второй вариант ответа, нет, не убираете. И третий вариант ответа у нас был, не убираю, но собираюсь в ближайшее время. Хочу подвести итоги этого опросика и хочу с вами обсудить их. Всего в опросе приняло участие 81 человек. Огромное вам спасибо, я вам очень благодарна. Вы мне помогаете своим вот таким вот мнением. 32% сказали, что они убирают за своим животным. 58% ответили, что не убирают. 10% собираются, но никак не сделают этого. Что хочу сказать, 32% это немаленькое количество. Вы молодцы, вы просто впереди планеты всей. Я, сколько вот у меня существует, живет вернее собака, я ни разу не видела, чтобы хоть кто-то, хоть бы один человек убрал за своей собакой. Я гуляю каждый день, я вижу очень много собаководов с маленькими собаками. Большие никто никогда не убирает за своими собаками. Это очень-очень печально. Неужели мы хуже других? Уже во всем мире давным-давно штрафуют тех людей, которые не убирают за своими собаками. В зоомагазинах продается полно пакетов, которые предназначены для уборки за вашим питомцем. В магазинах Fixed Price есть вот такие замечательные наборы пакетов для уборки за собаками. Посмотрите, какая прелесть. Вот такая пластиковая косточка синего цвета. Такая петелька. Вы вешаете ее на поводочек, и все время при вас будут вот такие замечательные пакеты. Косточка откручивается. Здесь вот такой вот рулончик черных пакетов. Пакеты можно покупать, менять. Пакеты имеют такой аптечный запах. Они отталкивают неприятные запахи. Это очень прикольная штука, ребята. Я хочу призвать всех вас, если вы взяли на себя ответственность, купили себе собаку, вы просто обязаны убирать за ней на улице. Я не представляю, как можно вообще этого не делать. Как можно выводить собак вблизи площадок, на которых гуляют маленькие дети. Как можно засорять вообще вот этим природу. Даже несмотря на то, что у вас очень маленькая собачка, я просто хочу вас попросить. Я призываю вас ко мне присоединиться. Давайте вместе будем заботиться о нашей природе. Давайте будем показывать своим примером, хорошим примером, то, что мы убираем за своей собакой. Мы ответственные люди, да, неважно сколько вам лет, взрослого человека или совсем вы маленький ребёнок. Я вот вам честно слово говорю, если вы будете выбирать за своей собакой вот такими пакетиками, к вам будут подходить благодарные люди, говорить вам спасибо. Будут подходить пожилые женщины, ко мне очень часто подходят. Ой, спасибо, вы такая молодец. Вот, если бы все так убирали, какая была бы чистота. Ребят, ну вот действительно вы те, кто гуляет за своей собакой. Вы же видите, насколько это... Очень неприятно, где-то мило малыш. Ясбе тоже пришёл. Насколько это неприятно гулять и вот это видеть повсюду. Если бы каждый собаковод убирал за своей собакой, представляете, какая бы чистота у нас с вами была, и нам не нужно было бы с вами стыдиться. У меня, например, бывали раньше такие ситуации, когда я ещё не убирала за своей собакой. Подходишь к какому-нибудь магазину, и вот ему нужно прям посредине дороги сесть и вот, извините за выражение, вот начать делать свои дела. Когда у вас есть вот такие пакеты, вы можете вообще не париться на эту тему. Если кто-то на вас глаза посмотрит, вот вы показываете, я убираю за своей собакой. Всё, сейчас уберу, будет чистота. Ребят, пожалуйста, если у вас есть собака, если вы уважаете меня, если вам важно мое мнение, пожалуйста, давайте вместе будем поддерживать эту идею, нести её в массы, будем своим примером показывать пример для всех. Так, всё, тогда у нас с вами будет хорошо. Обязательно будем развивать в дальнейшем эту тему. Я, конечно, вообще за то, чтобы вышел закон, который будет штрафовать людей, которые не убираются своими собаками, и за то, чтобы наша природа была прекрасной, чистой. И вот такие вот животные не вызывали ни у кого никакой негативной реакции, именно по той причине, что люди за ними не убирают, и людям неприятно гулять там, где есть вот такие вот зверятки. Отдай, отдай, отдай. Дед, ты сцепился в мои носочки. Отдай мои носочки. Ах, ты бонит, ах, ты бонит. Отдай. Поехали. Дед, ты иди с тобой. Что, тебе надо, чтобы хозяйка тянула обязательно, да? Да. Ой, господи, где же ты похож на маленького просеночка. Отдай, отдай. Ой, не могу. Господи, ты собака. Отдай, отдай. Не хочешь отдавать? Ну ладно, поехать. Походи с тобой бесконечно. Все, все, хозяйка устала. Дед, хозяйка устала. Дед, хозяйка устала.